Итак, здравствуйте. У Soda Love вышел трек на новый его клип Maybach. И судя по названию, я уже знаю, чего ожидать. Это, скорее всего, будет типичный Soda. Но давайте смотреть без лишних слов. Maybach. Maybach. Ну, конечно, дорого-богато выглядит, да. Понятно, что это снималось на зелёнке. Очень мрачный такой холодный атмосферный визуал. И вот эта фишка с дихотомией цветов, да, с их контрастностью. Тёплый, яркий, жёлтый. Вот этот выбеленный, слегка зеленоватый свет. Это такая трендовая фишка, которая всегда является трендовой и никогда не устаревает. Если вы посмотрите на постеры ваших, ну, может, нелюбимых, но одних из самых известных фильмов, то вы заметите именно это сочетание цветов. Допустим, там на постере Аватара было именно так. На постере Mortal Kombat, на постере Бегущего по лезвию. Короче, примеров уйма. Так, тут у нас широкоугольный объектив. Это видно по такой немного как вжатой картинке. И явно камера закреплена на капоте машины. Я не знаю, как называется вот этот звук, да, убит морей, но он такой вот щёлкающий. И, наверное, вы понимаете, о чём я, если слушать это в научниках. Но он очень неприятный. Вот очень неприятный, он как-то раздражает. Стал знаменитым, как только мой флоу принёс кэш. Но это, надо сказать, не уникальная история, потому что все становятся знаменитым, когда их флоу, так сказать, приносит кэш. Мне не нравится. Мне не нравится не то, как это звучит, вот благодаря этому, вот, такому щёлкающему. Я даже не знаю, как описать этот звук. Как тинитус какой-то. И мне перестал нравится в видеоряд, потому что это чистая эпилепсия. И да, кстати, кто пиздил панчлайны у Soda Love? Может быть, просто я не в курсе, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то пиздил у него панчлайны. Так что он не совсем защитный. Ну, на самом деле, вот, этот чувак отлично передаёт мои эмоции пока от этого трека и клипа, потому что это очень тяжело воспринимается. Если кому-то интересно, как снималась вот эта сцена «Последняя в машине», это просто длинная вытяжка и трясущаяся камера. Всё. Ну, из-за этого, собственно, свет так и размывался. Какая-то девушка появилась с жопой, да, обязательно. И я пока не понимаю ничего. Ну, это и есть моя мама. Я говорю только факты на пятаках в жизни. Это и есть моя правда. Глядя на твоих типов, будто смотрю шесть кадров. Это и есть твоя банда. Вот это вот. Я даже не буду изображать вот это. Ка, или что он там сделал, да? Как будто Каркарыча-Смешариков. Вообще, по-моему, ему не идёт. Вот такая интонация. Так, у нас, видимо, клип плавно перетекает в хоррор. Ой, господи, как это тяжело воспринимается. Притом, начиналось всё так красиво. Ой-ой-ой, как больно. Это судья дред. Ну, что-то похожее, по крайней мере. Либо на чувака из трона. Так, мне интересно, это всё или нет? Или это... Итак. А, это моя ещё одна реакция, да. Вообще, во-первых, я хотел сказать, не хватило, но нет. Слава богу, что оно закончилось. Потому что, очевидно, что Сода Лав пытался здесь экспериментировать как-то со звуком. Делать нечто чуть более нестандартное, чем он делает. Обычно с этим я проебался, да. Но по итогу получилось невразумительное месиво. Вот честно. Я не могу представить ни одной ситуации, при которой мне это будет как-то приятно для прослушивания. Я чуть, блевать, под стол не ушёл ближе к концу. Потому что и слух, и зрение просто парализованы. Этой уёбищной, какой-то дёргающейся манерой такой гиперэлектронной. Короче, не идёт это ему. Просто не идёт. По крайней мере, пока что я не знаю, как будет на альбоме новом. Возможно, это вообще в принципе никому не идёт. Поэтому Сода не должен особо расстраиваться. Но как будто попытались сделать классно, но ничего не получилось. За старание, наверное, можно поставить какой-то плюсик. Но не более того.